Ежегодно на предприятиях края травмы на производстве получают до полутора тысяч человек. Регистрируется около 70 случаев профессиональных заболеваний. Более 150 человек становятся инвалидами вследствие трудового увечья. Как показывает практика, одна из основных причин травм на производстве – это низкий уровень организации охраны труда. Некоторые предприятия предпочитают экономить на этом вопросе. Как оказывается, зря. Часть расходов можно компенсировать. Как это сделать, узнали наши корреспонденты. С 2012 года, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты России, работодатели, которые вносят ежемесячные взносы в фонд социального страхования, имеют право на финансовое обеспечение предупредительных мер по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Проще говоря, часть уплаченных взносов будет возвращена. Эти средства и можно будет направить на охрану труда. Объем средств не может превышать 20% сумм страховых взносов, именно начисленных им за предшествующий календарный год. То есть в предыдущем году были начисления от несчастных случаев на производстве. И от этой суммы 20% берется. Сумма, разрешенная на финансовое обеспечение предупредительных мер, может быть направлена на реализацию 12 видов мероприятий. Туда входит проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, проведение обязательных периодических медицинских осмотров, обеспечение лечебно-профилактическим питанием и многое другое. Также работодатель вправе возместить за счет средств соцстраха, а именно за счет взносов на страхование от несчастных случаев, часть затрат на спецодежду, аттестацию рабочих мест и так далее. Для получения финансирования на данные расходы страхователю необходимо обратиться по месту регистрации, филиал, где он зарегистрирован, с заявлением и пакетом документов до 1 августа текущего года. В нашем случае до 1 августа 2017 года. Естественно, чтобы на день подачи не было одно из условий. На день подачи не должно быть ни погашено, ни домики, пеней и штрафов. Прием заявлений и документов на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществляется филиалом номер 7 Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования по адресу город Славицк-на-Кубани, улица Батарейная, 258, телефон 408-98. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».